Христос Воскрес! Поздравляю вас, друзья, братья и сестры, всех тех, кто в этом дне вместе с нами поклоняется Господу через наше служение, виртуальное служение. Оказывается, не все плохое, а современное. С чем-то мы можем воспользоваться, это Господь нам дает возможность использовать вот эти вот варианты, когда мы можем вот так вот на расстоянии онлайн иметь эти служения, общения друг с другом. Конечно, мы все устали от этого, от этой дистанции, но хочется верить, что это все скоро закончится. Мы думали, что в последнее время немножко ослабится ситуация, но вижу, что больше мы столкнулись с масками, с продлением карантина. И надеюсь, что скоро все изменится и так не всегда будет. Будет хорошо, надеемся, что в лучшую сторону. Когда мы вернемся в обычное служение наше, которое мы проводили раньше в зале, я думаю, что мы вернемся в этот зал, мы увидим лица друг друга, мы увидим новых людей, которые пришли в этот мир, которые родились, мы увидим, может быть, ряд колясок новых. И это хорошо. Кто-то постарел за это время на год, кто-то помолодел, но а кого-то среди нас и не будет, как мы услышали сейчас. Поэтому хочу выразить соболезнование всему родству ткач Симеона, его детям, внукам, находящимся в Молдове и также здесь. Пусть Господь вас утешит. Пусть Господь даст вам силы пройти это время и завтрашний день, похоронное служение. Пусть Господь поможет предать все свои вопросы, все свои переживания в руки Господа. Он есть наш утешитель, другого нет такого. Тема моей проповеди сегодня – надежда. Я благодарю Виталию Викторовичу за то, что он каждое утро присылает нам эти вот такие вдохновляющие радиопередачи и якоры надежды. Это как глоток воды в это утреннее время, когда ты еще не способен что-либо думать, принимать какое-то решение, но ты вот первое, к чему, вот мы, я не знаю, как вы, но первое, что утром тянется, утром вставший к телефону, еще может быть глаза закрыты, но где-то вот, ну а вдруг что-то пришло важное. Ну и там вот из всего важного встречаемся с этой передачей «Якорь надежды». Это хорошо. Конечно, мы, может быть, не до конца понимаем, сколько он времени на это тратит. И, может быть, когда мы все соберемся вместе, он нам расскажет, как он делает, сколько для него приходится тратить времени. Но это благословенное время, когда мы можем утренние часы просто назидаться этими словами. Пусть Господь благословит тебя, Виталий Викторович, в этом начинании. Мы часто слышим проповеди о любви, о вере, о терпении, другие темы. Но когда мне предложили, братья, говорить сегодня проповедь, я как-то утром проснувшись, в моем разуме, в моем сознании звучала мелодия, ген, которую мы когда-то пели в моей молодости. Так уж бывает летней порой, когда луч солнца радует нас. Час испытания черной рукой небо закроет для нас. Пусть даже не станет овец в загоне, и виноград не даст плода, все равно я буду славить Господа Христа. В этом пении я вижу надежду. Что бы ни случилось в твоей жизни, дорогой друг, братья или сестра, есть Господь. Очень важно, чтобы ты не опускал руки, чтобы ты всю ситуацию твоей жизни придал руки Господа и сказал в своем сердце, что бы ни происходило, я все равно буду славить Господа. Даже если не станет и машины в гараже, и работы, и денег, может быть, в кошельке, я все равно буду славить Господа. Меня это пение вдохновило говорить о надежде. И текст Священного Писания, который я хотел бы сегодня прочитать вместе со всеми, это послание к Римлянам, 15 глава, 13 стих. «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силой Духа Святого обогатились надеждой». Современный перевод говорит так, звучит немножко по-другому. «Пусть же Бог, источник всякой надежды, через вашу веру наполнит вас радостью и миром, чтобы вам в силе Святого Духа изобиловать надеждой». Смотря на этот стих, первое, что я вижу, что вера является проводником Божьей надежды для радости и мира каждому из нас. Детки, собравшиеся у экрана, хотел бы вам рассказать маленькую историю в начале своей проповеди о надежде, которая была поселена в маленьком сердечке одного маленького мальчика в Румынии. В одной румынской семье родился мальчик, и от рождения у него была проблема с его сердечком. Эти операции делаются немножко позже, когда ребенок взрослеет, поэтому родители переживали, молились о нем, о его здоровье, и ожидали, чтобы он подрос, чтобы можно было бы сделать эту операцию на его сердечко. Он вырос, и в восьмилетнем возрасте они должны были пойти на операцию, посетить врача. К этому времени он же, этот мальчик, принял Иисуса Христа в свое сердце, как своего спасителя. Придя в больницу к врачу на обследование, врач говорит родителям в присутствии малыша этого мальчика, говорит, я должен буду делать открытую операцию на сердце, и когда я вскрою сердце, я не знаю, что я там увижу, смогу ли я чем-то помочь. Я не гарантирую успех операции. Но мальчик потянул быстро руку вверх, как примерный ученик, и хочет сказать свое слово в этом разговоре взрослых. Он говорит, я знаю, доктор, что вы увидите. Вы там увидите Иисуса. Врач опять обращается к родителям и говорит, повторяет ту же фразу, я не знаю, что я там увижу, смогу ли я помочь вашему ребенку. Но мальчик опять же тянет руку, говорит, вы там другого ничего не увидите. Увидите только Иисуса Христа, «Потому что я принял его в свое сердце». В ночь началась операция, и врач, действительно открыв сердце, мальчика не увидел того, что он сможет что-либо помочь и сделать этому малышу. Но детская вера с надеждой звучала в его сердце и в разуме. Эта вера не давала врачу покоя весь период операции. Что прозвучало из его уст, прозвучало вопросом, и он спросил доктора с дрожащим слабым голосом, «Доктор, что вы увидели в моем сердце?» Врач в эту ночь принял Христа своим спасителем. И врач ответил ему, «Я увидел Иисуса». Простая детская, а может быть взрослым кажется наивной вера, вера с надеждой стала проводником надежды для этого мальчика. Но она же, эта вера с надеждой стала источником спасения мира и радости для самого доктора. Поэтому, детки, сидящие у крана ваших телевизоров, компьютеров, пусть Господь благословит ваши сердца. Многие из вас приняли Христа в свое сердце своим спасителем. Знайте и верьте, в вашем сердце есть Иисус Христос. Надежда. Википедия говорит о том, что это положительно окрашенная эмоция, возникающая при напряженном ожидании исполнения желаемого и предвосхищающая важность его. Надежда в Библии – это не что-то желаемое, это не мечты и не полет фантазии. Надежда в Библии означает что-то стабильное, спокойное, уверенное ожидание хорошего. Надеяться, это не значит размышления желаемого, потому что она имеет основание. Какое же это основание? Это вера. Все знакомы в тексте Священного Писания, евреям, 11 глава, 1 стих. Вера же есть осуществление ожидаемого. Современный перевод говорит так. Вера – это уверенность в том, что мы с надеждой ожидаем подтверждения того, чего мы не видим. Давид в своем псалме 70-м воспевает Господа, указывая на то, что Господь является его надеждой. От утробы матери и до старости просит Господа быть его надеждой. Мы читаем эти стихи. 70-й псалом с 5-го стиха и ниже. «Ибо ты, надежда моя, Господи Божия, упование мое от юности моей, на тебе утверждался я от утробы, ты извел меня из чрева матери моей, тебе хвала моя не пристанет. Для многих я был как бы дивом, но ты, твердая моя надежда, да наполнится уста моей хвалою, чтобы воспевать всякий день великолепие Твое. Не отверги меня во время старости, когда будет, Господь, у вас сила моя, не оставь меня». Давид видел в Господе Иисусе Христе свою надежду. Он полагал свою надежду на Господа, от утробы матери своей и до старости Он просил Господа не оставлять его. Синонимы надежды это упование, это чаяние. Нам сразу приходит на память чаяние Симеона Старца, который взял на руки младенца Иисуса, который ожидал, он чаял избавления Израиля и в этом младенце Иисуса Христе он это избавление не увидел. Он ожидал исполнения и он это увидел в своей жизни. Из-за того, как мы сможем иметь надежду, нам необходимо иметь веру. Вера это осуществление или суть или основание, основополагающая реальность для надежды, на которой строится надежда наша с вами. Исходя из этого, мы понимаем, что есть два вида надежды. Первый вид надежды это надежда не основанная на вере и она не имеет силы. Скорее всего, такая надежда приведет к разочарованию. Надежда, которая основана на чувствах, эмоциях, на каких-то видимых действиях, это то, что сегодня предлагает мир. Я бы сказал, что даже это не надежда, это просто ожидание каких-либо событий просто без надежды. Люди ожидают, что это может произойти или должно произойти, потому что это череда последовательности в течение года что-чего-либо. Это просто, это не надежда. Люди мира сего, не знающие Бога, и Писание просто пытается предположить, что должно быть, что последует после этого. И в своих грехах они пытаются найти ответы в гороскопах или в гадателях. Это вера или надежда мира сего. Одного пожарника в Калифорнии в это время спросили, как изменились ваши рабочие дни и на какие вызовы чаще вас вызывают. И в ответ был таковым. Аварий стало меньше, так как машин на дорогах меньше. Нарушений порядка тоже стало меньше, так как многое сидят дома. Но суицидов стало больше. От неизвестности, что будет дальше, люди просто налагают на себя руки, безнадежно понимают, что жизнь их заканчивается вот этим днем. Они уходят очень просто с этой жизни. Люди, не знающие Бога. Люди живут сегодня слухами. Они не видят конца всей этой пандемии. Поэтому все никак. Магазины нескольких разновидностей товаров не могут пополнить свои запасы. Я вожу много материалов в Минарс. Мы все возим, возим, каждый раз привозим что-то. Вижу новое, как бы, ну, прихожу опять же в этот, в магазин, вижу, что тех вещей, которые я привез предыдущим рейсом, я их не вижу, уже люди расхватали. Люди живут просто слухами и эмоцией, никакой надежды, никакой верности в завтрашнем дне. Они в страхе пытаются заполнить свои запасы. Сегодня мы ограничены с миссией в других странах, с нашим участием. Сегодня это невозможно практически. Но нас окружает огромное количество людей, которым мы можем принести радости мир. Если мы эту радость и мир имеем, мы можем ею поделиться. Если есть мир в сердце, ты можешь мир этот дать нуждающемуся или указать свою надежду, надежду на Иисуса Христа, показать ее людям сегодня. Люди ждут, когда начнется Третья мировая война, они как бы предсказывают события. Их это беспокоит, но мне кажется, что это Третья мировая война уже давно идет. Это не будет война пушками, пистолетами, самолетами, бомбами. Я думаю, что это будет цифровая война. Сегодня посмотрите на себя, на своих детей, где мы больше проводим времени. Компьютер, телефон, гаджеты. Я не против этих инструментов, я их сам пользуюсь этими инструментами. Они облегчают нашу жизнь во многом сегодня, но они показывают, насколько мы привязаны, насколько сегодня мир, структуры могут воздействовать на нас, на наших детей благодаря вот этим всем устройствам. Они могут контролировать нас, они могут видеть нас, где мы собрались, какое количество нас людей, они могут говорить, предсказать, где будет трафик, потому что они видят скопление телефонов. Все это действие последнего времени. Я думаю, что это война цифровая, она уже давно продолжается, идет и набирает обороты. Но мое сегодня обращение к вам, дорогие братья и сестры, не будем, как люди мира сего, без веры и надежды. Давайте также будем нести в этот мир веру и надежду, которую мы имеем в нашем сердце, радость. Другой вид надежды, христианская надежда, основанная на вере, как мы раньше сказали, невидимая, но реальная, она имеет гарантии. Эта надежда с верой, она имеет гарантии. Нам необходимо спросить себя, основана ли моя надежда на вере? Или это просто может быть размышление о том, что мне хотелось, какие-то полеты моих фантазий? Римлян, 8 глава, 8 глава, 28 стих. Сказаны такие слова, притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Давайте посмотрим вот на этот стих и будем правильно применять это местописание своей жизни. Есть условия. Я задаю вопрос, любишь ли ты Бога? Ищите ли вы в своей жизни желание это исполнить предназначение для вашей жизни? Если это так, то знайте, что вам все содействует ко благу, если вы любите Бога. Спасибо. Если ты не любишь Бога, ты никак не соглашишься с некоторыми вещами, происходящими в твоей жизни. Ты будешь мутовать, ты будешь возмущаться. Посмотрите на реакцию людей в наше время. Не все воспринимают все то, что происходит, что это благо в их жизни. Многие возмущаются, многие выражают свое недовольство тем или иным способом. Меня удивили некоторые вести о том, что наши христиане, члены нашей церкви или других церквей стали покупать оружие якобы для защиты своей семьи. Я спрашиваю, дорогой друг, в основном это братья, в кого ты веришь? На кого ты надеешься? Если надеешься на свои силы, на оружие и пистолет, который ты купил, то это надежда без веры. Поверь, что не успеешь им воспользоваться. Мой родственник поделился мне одним эпизодом своей жизни, когда он приехал с магазина, приехав домой, на парковку, открыл багажник и склонился, чтобы достать то, что он купил, продукты, чтобы занести в дом. И когда он склонился, он почувствовал, что что-то холодное стало у его головы. Это было дуло пистолета. Его надеждой и спасением является Христос. У него не было пистолета в кармане. Но я больше чем уверен, что если бы в его кармане был пистолет, и он бы потянулся за ним, то последствия были бы совсем другие и плачевные. Но сегодня он жив и здоров. Слава Господу. если мой мой друг надеешься на себя, на свои возможности, то ты можешь потерпеть поражение и может быть даже умереть. Если ты любишь Господа, в твоей жизни все содействует ко благу. Однажды я не брат путешествия, я приехал в один большой город с двумя большими сумками в 80-е годы, решил пойти в центр города решить какие-то свои проблемы. Но сумки были огромными, неудобными. Если мы помним 80-е годы, как трудно было ехать в общественном транспорте самому, не то что еще с сумками и баулами. Но он решил по-другому. Он нашел на этом вокзале укромное место, поставил эти сумки туда, в это место, и повалился предал Господу весь этот багаж, чтобы Господь его этот багаж хранил. Он породился на Господа. И когда он решил все свои вопросы, он возвращался обратно с надеждой, что он найдет все свои сумки там, где он оставил. Придя, он нашел действительно свои сумки, которые были на том же месте, где он их оставил. Все они были в целости, сохранности. И там же он помолился, поблагодарил Господа, это тоже Господь, явил свою милость и охрану над его багажом и сказал, что ну, сейчас он уже позаботится сам о том, что у него есть. Осталось всего лишь взять сумки, зарегистрировать багаж и уезжать дальше. Тут же он отворачивается какая-то секунда или пару секунд времени, когда он регистрировал свои документы, этот багаж исчез. Его просто не стало. Его стянули. Это реальная жизнь, это реальная история жизни нашего брата. Он уже понадеялся на себя. До сих пор был Христос, Бог хранил мои сумки, а вот сейчас уже Господи, все оставь, не надо, сейчас уже я здесь есть на месте, ну, достаточно меня. И не стало того, что должно было быть вместе с ним, потому что положил надежду на себя, на свои возможности. Плата за самоверенность и самонадеянность очень огромная. Она очень часто имеет печальные последствия. Да, нас, имеющих веру в живого Бога, что-то иногда страшит и беспокоит, но не должно, но бывает. Это как раз тот случай, когда если мы живем в такое время, когда кто-то придет к нам и возможно, может быть, предполагает те братья, которые купили пистолет, что кто-то может зайти в их дом и попросить в них денег, если не дадут силы взять, кто-то может будет искать кусок хлеба и ты должен встать во все оружие с пистолетом и не пускать в свой дом. Мы так это представляем? Или может быть по-другому, по-библейски, если попросят, ты дай, если просят рубашку, отдай верхнюю одежду, дорогой друг, брат дорогой, хочу обратиться к тебе, купив пистолет или оружие, подумай, что ты делаешь я не хочу сегодня никого обличать, иногда, может быть, мы без оружия поступаем как-то вот неправильно. Давайте будем наши надежды возлагать на Господа. Не приходит на память история жизни Иова. У него все шло своим чередом. Я не буду читать все эти места Священного Писания, но давайте мы так вот вспомним жизнь Иова. Все шло своим чередом. Были обычные дни, суета, забота о своем большом хозяйстве, о детях. Он понимал, что, возможно, дети могли бы где-то согрешить в своем благополучии, в добре и свободе. И он просил у Бога милости своим детям, но вдруг пришел день, день, которого Иов не ждал, подобно, как и мы не ждали нашей пандемии. Но тот день пришел, а с ним пришла и беда. И в один день лишился Иов всего имущества и детей. Один вестник сменялся другим, пока он не получил всю картину, своего обнуления. Но ничего не стало. Было все и много. Нас не такое постигло. Нас просто попросили посидеть дома. Да, сложно сидеть дома месяц. Уже дальше пошло больше месяца. нам дали даже немножко денег на расходы. Это сложно, неудобно, неприятно маски носить, сам где-то возмущаясь, неудобно. Но взгляните на Иова. Иов не просто должен был дома сидеть. Он должен был выйти застан. Все-таки его тело покрылось проказой. И по закону он должен быть должен был быть изолирован вообще от общества. Не знаю, почему ему Господь жену оставил, но почему-то оставил. Которая потом думала, что должна была быть опорой, она где-то его провоцировала, чтобы он проклял Господа и умер. В наше время неделя не прошла и посыпались недовольства из наших уст. Вот такое происходит в нашей жизни. Посмотрите, в его ситуации пришли друзья к нему и пришли, чтобы его утешать. Пришли и семь дней молчали. На минутку семь дней сидеть рядом и молчать. не было слов. Друзья его знали, его состояние, каково оно было до, каково оно было в реальной жизни. Вот сейчас, когда они пришли к нему. Семь дней молчания. Какая глубина потрясения в жизни его? Какая глубина карантина? Даже не в соответствии никак с нашей ситуацией. Проблема нас и Иова, что мы ограничены нашими возможностями. Врачи говорят, что если бы человек знал наперед, чего его ожидает, то даже просто в течение одного дня, то нервная система человека просто бы не выдержала. Мы не видим всего того, что видит Бог. Если бы мы видели и знали, мы бы не могли прожить и одного дня. Поэтому, может быть, нам нужно взять паузу в наших возмущениях на семь дней условно. У нас должен быть страх от того, чтобы не грешить, но не страх в последнем времени. У нас должен быть страх, чтобы быть готовым к пришествию Христа. Когда все начиналось, мне спрашивали мое мнение о происходящем, я отвечал, меня успокаивает то, что это еще не самое страшное. Самое страшное впереди. Это всего лишь начало. Да, это сложное, да, это тревожит, да, это беспокоит, но это не самое страшное, что еще будет впереди. Но я верю, что самое страшное будет без церкви. Мы будем восхищены Господом на небо, пусть Господь благословит нас, верить, надеяться и жить этим. Мы сегодня говорим о надежде, которую Дух Святой дает нам из Нового Завета. Восьмая глава римлянам. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видеть, не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему надеется? 24 стих. Надежда, как и вера, связана с тем, что не видно. Дух Святой говорит нам, что мы спасены в надежде. Нет надежды, нет спасения. И я не умею, в виду, что ты, дорогой друг, потеряна душа, но в своей жизни вы не переживаете спасения. Вот поэтому люди бывают несчастными. Оттого многих постигает страх, боязнь, потому что люди пытаются найти безопасность, имея оружие в своем обращении. Хочу указать на надежду, которой является сам Господь. Бог же надежды, да исполнит вас всякой радости и мира в вере, не в чувствах, не в желаниях, не в том, что можно увидеть, но в вере, дабы вы силой Духа Святого обогатились надеждой. Необходима сила Духа Святого для того, чтобы мы были богаты надеждой. Но это воля Божия. Где эту силу Духа Святого обрести? Где эту силу Духа Святого взять? Мы помним Первоапостольскую Церковь, где мы эту силу находили в общении друг с другом, в общении с Господом, в молитвах, в представлении перед Господом, в чтении Слова Божия, активная жизнь в Боге. В этом есть источник силы Духа Святого. Христос перед Вознесением Своим обращается к ученикам и говорит такие слова, «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Юйдеи, и Самарии, и даже до края земли». Деяния святых апостолов, 1 глава, 8 стих. Вефисианам Павел описывает состояние неверующих, необращенных и говорит такие слова, «Вы были в то время без Христа отчуждены от общества израильского, чужды завета обетования, не имели надежды и были безбожниками в мире». Дух Святой говорит нам, что без Христа, без Бога, без надежды, в действительности мы ничто. Страх постигает таковых людей. Помните, когда ученики шли в Моус после смерти Христа? Христос встречается с ними на пути, они рассказывают Ему, они высказываются, «Мы надеялись, но вот же третий день во гробе лежит». Вся надежда их рухнула. Но когда открылись глаза у них, они увидели Христа воскресшего, и эта надежда, которая была, казалось бы, потушена, она вдруг ожила. И дальше мы видим, как апостолы и первая церковь собираются, они получили эту силу Духа Святого, они были обогащены этой надеждой, и они дальше шли, ни капли не сомневаясь, распространяя весть Евангелия по всему миру. Колоссянам 1 глава 27 стих. Бог захотел открыть им, это современный перевод, как великое для язычников богатство славы этой тайны, которая заключается в том, что Христос живет в вас. Он, ваша надежда на будущее и славу. Дух Святой говорит нам, что Христос в тебе и мне производит надежду. Дух Святой открывает тайну. В чем тайна? В том, что Христос живет в нас. Если в тебе нет надежды, то и Христа в тебе нет. Поэтому, дорогой друг, если ты принял в свое сердце Иисуса Христа своим Спасителем, в твоем сердце есть надежда, пусть Господь укрепит тебя в этой надежде. Христос, наша надежда, не только в этом мире, в это время. Христос, наша надежда, Он, ваша надежда на будущую славу. В вечности Христос наша надежда. Не только этим днем, но и в вечности Христос есть наша надежда. В тот момент, когда мы отбрасываем надежду, мы не переживаем Христа внутри нас. Хочу подчеркнуть опять, другой друг, брат и сестра, если в твоем сердце есть Христос, в твоем сердце есть надежда. Евреям, 6 глава, 17 стиха и ниже. Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил впоследствии клятву, дабы в двух непреложных вещах, которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за прилежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннее, во внутреннейшее за завесу, куда предтечию за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину мелхиседека. Надежда позволяет нам войти во святая святых, куда вошел Христос со своей кровью за завесой для нашего искупления. В этом тексте священного Писания мы увидим эти две картины, которые говорят нам. Первая картина, она говорит иллюстрация Ветхого Завета. Мы находим, когда Адония спасла свою жизнь бегством от Соломона, он, боясь быть убитым, вошел к алтарю жертвенника, взялся за роги, и в то время, когда человек, взявший за роги, его невозможно было бы убить, и поэтому он должен как бы выпрашивал милости у Соломона, и он это получил. Это такой ветхозаветний образ, который сказан в этом стихе. Другая картина надежды находится якорь надежды. Надежда, которую мы имеем подобно якори для души, крепкому, надежному. И Дух Святой преподал нам этот небольшой урок в этом тексте священного Писания. Что нуждается в якоре? Некоторые из вас, может быть, были на море и видели огромные корабли, на которых висят сбоку корабля якорь. И он огромный, массивный. Для чего же он нужен? Для того, чтобы в неспокойном месте в этом море вода никогда не была стабильной, особенно в океанской среде, то для того, чтобы этот корабль мог находиться на одном определенном месте, нужно использовать якорь. используя якорь, корабль может стоять, двигаться в определенном месте и не передвигаться, никакие волны не могут его сдвинуть. И смотря вот на этот корабль, на эту лодку, я вижу где-то и свою жизнь, что мы подобные лодки, может быть, большой, может быть, маленькой, но в этом стабильном мире, когда мы находимся, когда неспокойно, когда штормит, очень часто нам нужен в нашей жизни этот якорь надежды. который может нас стабилизировать, который может нас хранить и берегать. И наш якорь может закрепиться в вечном присутствии всемогущего Бога. Тогда же мы находимся в безопасности. И что же этот якорь? Этот якорь является надеждой, которую Господь дарует нам. Это то, что вне предела времени. Это нечто, что находится в вечности, что Бог предлагает нам, и то, что не изменяется, не ржавеет, не разрушается, не изнашивается. Надежда, которую Господь дарует тебе и мне. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 19 стих. «И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». Наша надежда и наше упование на Господа не только в этой жизни, но и в вечности. Благодарение Господу за то, что за пределами этого времени есть вечная надежда для каждого верующего, для тебя и для меня. И те, кто перешагнул за 50, как я скажу, аминь. Это реальность. Это реальность вечности может быть для кого-то выглядит далекой. Когда-то мы думали, размышляли, когда-то это будет такое время, когда вот будут такие проблемы и переживания. Мы не готовы были к тому, что эти реальности придут в наше время. Я право или нет? Братья, сидящие здесь в зале и сестры там на компьютерах. Правда, мы этого не ожидали. Но это время пришло. Это время пришло, а реальность времени пришла. Реальность вечности может выглядеть сегодня не столь далекой для некоторых из нас. Она приблизилась намного быстрее, чем мы думали. Но слава Господу за то, что Господь есть наша вечная надежда. Надежда для каждого верующего Иисуса Христа, каждого любящего Иисуса Христа. Иисус Христос есть надежда славы. Хочу привести в конце один пример, пример молитвы одной семьи. В Румынии в одной христианской большой семье, где было пять детей, заболел отец. Это очень было серьезное онкозаболевание в 90-е годы. Время было сложное, денег на лечение никаких, на друзья. Христиане помогли этому брату все-таки попасть в больницу в город. Лечение не давало никаких результатов, и врачи пришли к решению, что нужно выписать больного домой, так как лечение не имело смысла. Братья, которые находились в том городе, понимали, что везти его домой, это означало готовиться к похоронам. И потому вместе с этим больным братом на другой машине был отправлен также и гроб, так как у семьи не было никаких финансов на похороны. И когда вечером семья собралась у постели больного мужа и отца, пять детей, жена, они воззвали Господу, в молитве полагая свою надежду на Господа. Обычно такие молитвы не бывают длинными, они очень короткие, может быть, уже выплакали все, высказали все, и для них казалось, что это последняя возможно молитва, такая совместная присутствие своего отца и мужа. Они понимали, что это возможно была последней совместной молитвой. Но на удивление на утро этот брат встал, и по сегодняшний день он живой, трудится и служит Господу, пастырем одной из церквей Румынии. Но гроб, который привезли ему братья с города, он вынес на чердак. И сегодня он показывает этот гроб как знак надежды его семьи. «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных возах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стала овец в загоне, рогатого скота в столах, но я и тогда буду радоваться Господу и веселиться о Боге спасения моего». книга пророка Аввакуума, 3 глава, 17-18 стих. Такой вывод для себя я нахожу в этом слове. «Бог является источником надежды моей и твоей жизни, дорогой друг, брат и сестра. Вера в Бога является проводником надежды в нашей жизни, настоящей и будущей, вечной, и это наполняет нас радостью и миром. силой Духа Святого мы обогащаемся надеждой. Христос является нашей надеждой будущей славы на небесах, когда мы пристанем пред Господом и там мы встретимся с нашими родными и близкими. Христос является нашей надеждой. Надежда на Христа дает нам право в дерзновении войти во Святое и Святых пред лицо Господа. Это самая большая привилегия. Ничто на земле не может превзойти этой возможности войти в присутствие Господа. Ничто на земле не может превзойти этой большой привилегии. Надежда является для нас сегодня якорем, благодаря которому мы сегодня можем жить в этом неспокойном мире и можем иметь стабильность жизни, хоть кругом штормит, но у нас есть якорь надежды Христос. Последняя надежда на Господа дает силу немощному и больному продолжать жить за этот период пандемии. Не было такого выходного дня, субботы или воскресенья, чтобы мы о ком-то не молились. Просто приходят месседжи или звонки и ты останавливаешься своей заботе, своей работе и молишься надеждой на Господа. И знаете, что радует? Радует те звонки обратные, когда люди благодарят, благодарят за молитвы. Господь отвечает. Эта надежда на Господа дает нам силы идти вперед. Итак, Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силой Духа Святого обогатились надеждой. Аминь. Помолимся. Город Господь, я хочу ты дайся наше.